Друзья, сегодня мы продолжаем читать замечательную книгу великого русского философа-мозрителя Льва Николаевича Толстого, которая называется «О величии души человеческой» или «Путь огня». Помочь человеку можно только тем, чтобы переменить его миросозерцание. А чтобы переменить миросозерцание другого человека, надо самому иметь свое лучшее миросозерцание и жить сообразно с ним. Здесь Льв Николаевич Толстой говорит о том, что помочь можно человеку только в том случае, если ты сам меняешься, если ты сам меняешь свое восприятие мира, свое мировоззрение. Только в таком случае ты можешь помочь другому. Поэтому, если мы хотим помочь другим людям, наша задача — меняться самим, менять свою модель мира, менять свое мировоззрение или, как писал Льв Николаевич Толстой, свое «Миросозерцание». Назначение человека в том, чтобы служить Богу, миру. А человек начинает служить себе и, разумеется, портит свою жизнь. Испортив свою жизнь, начинает служить обществу, чтобы ему было лучше. И еще больше портит себе. А служить надо Богу в себе или себе в Боге. Здесь приходят на ум слова Иисуса Христа из Евангелия «Отец во мне, я в Отце». Другими словами, мы живем в Боге, а Бог живет в нас. Поэтому служить надо Богу в себе или себе в Боге. Служить Богу и людям. Но как? Чем? Может быть, нет этой возможности? Неправда. Эта возможность всегда дана тебе делаться лучше. То, что мы меняемся, работаем над собой, избавляемся от негативных мыслей, чувств, эмоций, трансформируем свой характер, улучшаем свой характер, избавляемся, очищаемся от негативных мыслей, эмоций, чувств. Это все тоже рассматривается как служение Богу и людям. Потому что, делая свой внутренний мир лучше, мы тем самым делаем лучше мир окружающий. Чем больше занят собою, своей душой, тем меньше занят внешний мир, и тем больше добра вносишь в мир и наоборот. Для животного существа, человеке, нужно счастье извне. Для разумного, духовного существа, нужно только усилие, усилие сознания изнутри. Очень важные слова. Я повторю. Для животного существа, человеке, нужно счастье извне. Для животного существа, человеке. То есть, у нас есть природа, животная природа, есть человеческая природа, есть Божественная природа. И наша задача в ходе нашего жизненного пути трансформировать свою природу. И перейти от природы животной к человеческой, а потом уже и от человеческой природы к Божественной. Если рассматривать энергетическое строение человека и его чакральную систему, то получается, что три нижних центра соответствуют нашей животной природе, сердечный центр соответствует человеческой природе, и три верхницы центра соответствуют Божественной природе. И наша с вами задача, друзья, перейти постепенно от животной природы к человеческой и от человеческой к Божественной, то есть развить в себе Божественную природу и проявлять Божественное в своей жизни. Счастье человеческое никогда не было и не может быть в каком-либо определенном положении. Так оно представляется только самым грубым людям. Покой, праздность, богатство. Счастье не может состоять в каком-либо определенном состоянии. Как бы оно это состояние не казалось нравственно и утонченным. Счастье состоит в радостном исполнении своего дела в жизни. Радостного, спокойного, твердого ответа на все те требования, какие заявляет жизнь. Все различия наших положений в мире – ничто в сравнении с внутренними силами власти над собой. Все равно, как безразлично, упал ли человек с корабля в Азовское, Черное, в Средиземное море или в океан, в сравнении с тем, что умеет он плавать или нет. Сила не во внешних условиях, а в умении владеть собой. Хотелось бы остановиться на этих словах. Все различия наших положений в мире – ничто в сравнении с внутренними силами власти над собой. И человек действительно обладает этими огромными, колоссальными силами, и многие люди об этом даже не подозревают. Сила не во внешних условиях, а в умении владеть собой. И так постепенно, владея собой, человек обучается владеть этими волшебными, божественными силами. Только таким образом человек может что-то изменить в своей жизни. Благодарю тебя, Господи, за то, что одно, единственное одно, что нужно мне в моей власти. То есть наша жизнь в нашей власти. И мы должны раскрыть себе эти способности, эти божественные волшебные силы и научиться их применять в своей жизни. И в первую очередь меняя себя, меняя свой характер, меняя свое поведение. Много, мне кажется, совершается перемен во всем. Это должно быть во мне переменой. А мне кажется, что вне меня серьезнее и важнее все стало. Думать, что внешними условиями можно изменить свою жизнь. Все равно, что думать, как я бывало маленький, что севши на палку и взяв ее за концы, я могу поднять себя. Действительно, человек больше направлен на внешний мир своим вниманием и пытается что-то изменить в своей жизни, меняя внешние условия. Но гораздо эффективнее будет, если он обратит свой взор внутрь себя и изменит свой внутренний мир. И тогда поменяются внешние условия. Перемена внешних условий есть напрасная трата сил, долженствующих быть направленными на внутреннюю работу. Как раз Виктор Николаевич Толстой подтверждает. А если внутри все в порядке, то везде хорошо. Как в индийском изречении сказано, искать улучшение жизни во вне, все равно, что пастуху искать потерянного ягненка, когда он у него за пазухой. Только спокойнее, покорнее несите те условия жизни, в которых вас ставит судьба. И условия эти изменятся. А почему они изменятся? Потому что человек, принимая то, что происходит с ним в жизни, начинает незримо, действительно незримо менять себя, менять свой внутренний мир. Как только любовь к ближнему станет для человека естественной, новые условия христианской жизни образуются сами собой. Совсем как в жидкости, насыщенной солью, образуются кристаллы, как только перестают ее взбалтывать. Когда положишь все силы на внутреннюю работу, то или внешняя жизнь сложится, как мы желаем, или то, что она не такова, как мы желаем, перестанет привожить нас. На вопрос ваш, как вам устроить свою жизнь, отвечаю отрицанием самого вопроса. Устраивать нашу жизнь не в нашей власти. И попытки такого устроения только нарушают то ее устройство, которое предстоит нам, о котором мы не знаем, и которое самое лучшее и для нас, и для всех соприкасающихся с нами. Только положите все силы на это усилие, то усилие, которое берется Царство Божие внутри нас, всякую минуту настоящего, насколько можно больше употребляйте, на эту внутреннюю работу совершенствования, освобождения. И жизнь сложится так, как она должна сложиться. И по всем вероятиям, не так, как бы вы того хотели, но сложится наилучшим образом. Направляете усилия прежде всего на то, чтобы сложилась ваша жизнь внутри вас. И тогда сложится ваша внешняя жизнь, причем сложится наилучшим образом. Может быть, даже так, как мы и не ожидали. Вам не нужно бросать семью или ослаблять свою заботу о ней. Но нужно внести в семейную жизнь и заботу тот идеал, к которому вы стремились и который не осуществили, но который был, несомненно, истинным. Нужно соединить служение людям и служение семье не механически, воспитывая время на то и другое, а химически, придав заботе о семье, воспитанию детей идеальное, служебное людям значение. Другими словами, важно, чтобы наше сердце наполнялось безусловной любовью в общении с нашими близкими в семье. И тогда вот эта сила безусловной любви, как в тигле, может переплавить весь тот негатив, который есть в отношении. Чтобы выполнить, насколько в наших силах долг истинного христианина, совершенно бесполезно менять окружающую обстановку. Идеал человека, просветленного истинным учением Христа, есть не что иное, как постоянное нравственное совершенствование. Это значит, стараться стать лучше, растить в себе любовь к Богу и людям. Совершенствование возможно при всяких условиях. Полностью согласен с Леом Николаевичем, совершенствование действительно возможно при всяких условиях. И часто бывает так, что когда условия тяжелее, тогда совершенствование происходит, ну скажем, более быстро и, может быть, более эффективно. Но не всегда так. То есть, если человек настроен на получение знания, ему не обязательно страдать. Потому что знания помогают человеку избежать определенных неприятностей, определенных проблем. Поэтому настраивайтесь на знания, постигайте знания о своей истинной природе, о природе окружающего мира. И тогда изменения в вашей жизни будут происходить менее болезненно и даже приятно. То есть, когда ученик знает предмет, когда он учится на отлично, он получает повышенную стипендию, он получает благосклонность учителей, зачеты раньше времени автоматически, ну и много других ювелирей. Да, не важно то место, на котором находится человек в данное время, а то направление, в котором он движется, и быстрота, энергия, движение. То есть, важно, какие цели мы ставим перед собой. Цели не только на какой-то отрезок времени, но также и цель вообще всей жизни. То есть, очень важно, для чего мы живем, во что мы вкладываем свою жизненную энергию. Я гадаю, спрашиваю, если я буду действовать как должно, то будет ли все хорошо? Уничтожатся ли все препятствия? Вопрос этот. Для нас это вопрос о том, что когда я буду действовать в области, где нет препятствий, будут ли препятствия? То есть, если мы устраняем препятствия внутри себя, то будут ли препятствия во внешнем мире? Не ждите от жизни ничего. Лучше того, что у вас есть теперь и момента более серьезного и важного, чем тот, который вы теперь переживаете, не может быть, потому что он настоящий и он один и есть в вашей власти. Не думайте тоже о форме жизни иной более желательной. Все безразличны. Лучше только та, в которой требуется наибольшее напряжение духовной силы. То есть, очень важно быть удовлетворенным тем, что есть, и жить здесь и сейчас, в настоящем моменте. Те условия, в которых мы находимся, представляют из себя тот материал, над которым мы призваны работать. Другими словами, именно те события, которые возникают в нашей жизни, столь необходимы нам для того, чтобы мы совершили духовную работу по преобразованию своей личности. Мне думается иногда, что мы мало внутренне движемся от того, что суетимся внешне. Только что начнется внутренняя работа, которую надо вытерпеть, выжить. Мы засуетимся и не разродимся новым состоянием. Очень важно оставлять себе время на определенную внутреннюю работу. На переосмысление событий сегодняшнего дня. На осознание нашего отношения к себе, к окружающему миру. На осознание уроков жизни, которые мы проходим каждый день. И для этого действительно нужно выделять время. Тогда внутренняя работа будет происходить каждый день. И внешняя работа также будет происходить, но гораздо легче. Когда в раздумье не знаешь, что хорошо, что трудно. Нужно войти в себя. Не искать спасения при внешнем свете, а потушить этот внешний свет. Он один мешает видеть то, что добро и что зло. В принципе, Лев Николаевич Толстой здесь пишет об одном из принципов йоги, который называется Пратихара. Пратихара означает отвлечение своих органов чувств, внешних объектов и разворот их внутрь себя. Для того, чтобы действительно войти в себя, закрыть глаза, отключить все внешние источники, все раздражители. И серьезно, глубоко, ответственно посмотреть внутрь себя на то, что происходит в нашей душе, в нашем сердце. И только этот путь является правильным. Таким образом, мы сможем прийти к осознанию своего истинного Я. Ну вот, друзья, я желаю вам, чтобы у вас всегда было время на свою внутреннюю духовную работу, чтобы вы периодически уединялись, отвлекали свои органы чувств от объектов внешних и направляли их на созерцание своего внутреннего мира, своего истинного Я. на то, чтобы вы находили в своем духовном сердце те мысли, чувства и эмоции, которые необходимо трансформировать в безусловную божественную любовь. Любви вам, благости, всего самого доброго!